Привет, мои дорогущие друзья! Вы знаете, что Игорь Стрелков, он же Гиркин, Гиркин, он же Стрелков, отправился на фронт. От себя должен сказать, что это очень честная позиция. Я абсолютно не поддерживаю те постулаты, которые проповедует Гиркин. Вы это знаете, отлично, это вообще диаметрально противоположно. Но, что я считаю? Если ты за войну, но призываешь к войне, радуешься войне, нагнетаешь на войну, из безопасного места, ты или болен, или мразь. Ну, извините, я не хотел бы вообще никого обидеть, но если ты обладаешь способностями, возможностью поехать, уже аналитический ум и всё так далее, применяй его там, куда отправляют людей, которые никогда в жизни не стреляли, к примеру. Это моё личное мнение. Гиркин последователен. Я, опять-таки, отношусь к тому, что он говорит, он имперец, он всё короче. Но при этом он говорит и делает. Он сказал, там надо, и едет туда, для того, чтобы надо. Я не знаю, какие там у него успехи сейчас. Опять, что-то его не видно. Но за него начали объявлять вознаграждение. Итак, первыми вознаграждения объявили Главное управление разведки Минобороны Украины. Они заявили, что готовы за него дать 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. 100 тысяч долларов. Конечно, замечу, что Главное управление разведки – это не коммерческая организация. Это организация, которая, деньги у которой из бюджета Украины. Ну, значит, это бюджетные средства. Они готовы были предоставить. Но вот после этого началось уже настоящее шапито. Потому что свои деньги, свои деньги предложил Сергей Стерненко. Сергей Стерненко, напомню, это тот человек, который, вы прекрасно помните мое расследование, который, по нашей информации, 90% от сборов на дроны оставляет себе. А это, на секундочку, из 100 миллионов 90 миллионов. Ну, себе с товарищами. И вот Сергей Стерненко, являясь волонтером, не допер до того, что это выглядит странно. Человеку, у которого нет бизнеса, это выглядит странно. 10 тысяч долларов из своих собственных сбережений. Какие сбережения у тебя? Ты лучше скажи, каким образом украинский дрон, непонятно где сделан и вообще непонятно что, стоит как минимум в 5 раз дороже американского, который его превосходит. Вот на этот вопрос у него ответов нет. Он просто тупо банит всех, кто ему в Телеграме из его же сторонников задает этот простейший вопрос. Как так получилось? Думает, наверное, что все забудут. Не забудут. Как только он разъявит свой паскудный рот еще раз в мой адрес, мы выдадим. Я просто жду этого. У меня есть такая информация интересная. Ох, кайфовая. После этого подключается еще один миллионер, который тоже 10 тысяч долларов из своих тоже сбережений. Это некто Валерий Маркус. Уже 20 тысяч долларов получается. Кто такой Валерий Маркус? Валерий Маркус это тот же самый Ананьев. Я не знаю, чем ему не поперла фамилия Ананьев, хотя догадываюсь. Но фишка в том, что это тот парень, который когда-то в Италии встретил, в Флоренции, по-моему, встретил российского ведущего шоу такого какого-то там и оплевал его. Мы делали об этом видео. После этого Валерий Ананьев. Валерий же, по-моему, Ананьев. Я просто не разбираюсь в этих Валериях. И он про меня рассказывал и все. А он стал писателем. Потому что он пешком прошел Европу. Это действительно, ввиду того, что сейчас 11 век, то это достаточно сложно сделать. Вот он прошел, написал книгу. Оказывается, Валерий сейчас, мало того, что он стал Маркусом, он стал писателем. И он собирает деньги. И вот, оказывается, они собрали тоже 43 миллиона гривен на автомобили какие-то. А вот с сегодняшнего дня до конца недели открываем распродажу книг. Ну, их, видно, не очень покупают. Но вот он распродает теперь эти книги. И все это пойдет на оружие. Фишка в том, что 47-й штурмовой полк и Валерий Маркус, вроде там, его возглавляет. И собирает деньги на оружие для этого полка. Вот. Уважаемые господа, наша благотворительная акция закончилась. Мы купили книги на 4 миллиона. 40 миллионов собрали. И буду теперь покупать оружие. Оказывается, у Валерия Маркуса уже есть фонд. Благотворительный фонд. Так и называется он. Маркус Фундейшн. Созданный руководством 47-го штурмового полка. Валерий Маркус, главный сержант части. Вот здесь реквизиты есть благотворительного фонда уже. То есть, он уже тоже стал благотворительным. Закупка благотворительного фонда. Мне же стало интересно, по каким ценам происходит там покупка тех или иных. Хотя я понимал уже, как бы начинал догадываться. Я таких отчетов о закупке не видел никогда в жизни. Потому что вот это отчет о закупке. Автомобиль Ниссан одна штука. Сколько он стоит, хрен его знает. Мне стало интересно, за сколько действительно происходят там эти закупки. Ну, будем представлять, что оружие действительно нам какое-то закупают. Где-то кто-то там продает. Ну, вот автомобили интересно. Стало просто интересно. Нахожу. Он сам пишет. Так, мое детское сердце дрожит. Я вижу на фото 55 пикапов, которые уже прибыли в Антверпен. Это 55 пикапов Тойота, на которые вы собрали миллион евро за два дня. То есть, 55 пикапов, миллион евро. После этого цена начинает скакать. Потому что в украинских источниках мы уже находим, что фонд Маркус закупил для ВСУ полсотни пикапов Тойота. Но стоимость уже 20 миллионов гривен. И закупили их в Ливии. Также про Ливию повторяют и другие украинские сайты. И уже почти 20 миллионов. То есть, было там миллион евро, 40 миллионов гривен. Потом миллион евро. Теперь уже почти 20 миллионов гривен. Мы никогда, наверное, не узнаем, сколько они стоили. Да и нам это не надо. Нам интересно другое. Я смотрю Ливия, а потом смотрю... Дело в том, что на фотографиях как-то неумело зафотошоплена какая-то надпись на двери одного из пикапов. А на другой есть какой-то вот такой вот значок. Ну, мы, конечно, недолго искали и обнаружили, что это значок Kuwait Fire Force. Это, то есть, пожарные Кувейта. Кувейт и Ливия. В украинских СМИ же написано Ливия. Я подумал и подумал, что это как-то очень странно. Почему бы они отправились в Ливию из Кувейта. То есть, скорее всего, закупили таки в Кувейте. И за сколько закупили... Это отдельная история. Потому что пожарные Кувейта обновили свой автопарк. И вот это вот просто по бросовым ценам выдали. Я должен заметить, что в отличие от того же Стерненко, к примеру, у Ананьева хотя бы хоть что-то закупают и показывают. Цены не показывают, но вы понимаете почему. Но что-то хотя бы закупают. 55 вот этих вот автомобилей. Потом же их покрасили еще зеленой краской. Вы же понимаете. Ну вот. И оснастили еще для условий боя. То есть, хоть что-то есть. Но общий мой посыл, вы понимаете, да? 10 тысяч долларов. Брызги шампанского. У волонтеров. Следующий. Тарас Тополя. Тоже предлагает 10 тысяч долларов. Тарас Тополя. Это рассказывает наш действенный музыкант какой-то. Я не очень слышал. Слушал. Ну, может быть, отстал от жизни. Но. Переходим на страницу Тарас Тополя. Мы запустили сбор на портативные. Противодронные. Какие-то там штуковины. Вот, пожалуйста. 5 миллионов на антидроны. Каждая гривна важна. Вы наимовернее. Давайте еще. Давайте еще средства. Следующий. Предлагает 10 тысяч долларов. Прям какой-то парад 10 тысяч долларов. Как говорится, да? Стаховский. Сергей Стаховский. Я тоже буду давать 10 тысяч долларов. Сергей Стаховский. Это, кстати, украинский теннессист. Который как-то раз там высказался в мой адрес. В твиттере. Я ему носовал-носовал. А он такой нервический. Начал. Я его заблокировал. Это единственный, наверное, такой вот спортсмен. Который... Вот я иду в ВСУ. Знаете? Не хочу отсиживаться за границей. Могу здесь кататься. Как сыр в масле. Все. И он решил бороться за свою страну. 26 февраля. Даже появилась фоточка, где он стоит с автоматом. Ну, уже 28 апреля он решил уехать из Украины назад. И отправился в Венгрию. Хотя я должен заметить, что фоточек он наделал достаточно много. И вот он уже теннессист-патриот покинул ряды ВСУ. И уехал за границу. Что произошло? Он объясняет. Говорит, что вот не понимаю вообще. Как вести бой этот. Зачем я там нужен? И уехал. Вы спросите, как он смог уехать? А он многодетный отец. Поэтому взял и уехал обратно в Венгрию. А вы знаете, что в отличие от него, мобики, которых вот только-только призвали. Они отлично знают, как вести бой. Отлично. Вот эти вот особенно пацаны, которых из очередей забирали. Вот они, в отличие от него, отлично знают, как вести бой. Но теперь он из Венгрии. Призывает, конечно же, не забывать, какая цена платится за спокойный сон. И предлагает 10 тысяч долларов. Следующие 10 тысяч долларов предложил Сергей Гайдай. А он глава военной администрации. Ну, тут вообще пояснять не надо. Тоже, наверное, личные сбережения, которые, эх, вынь да положь. Глядя на этот парад предложений и пиара, который разносят все украинские СМИ. Вы знаете, вот как все украинские СМИ помогали Стерненко обманывать людей с покупкой дронов в 10 раз дороже. Ну, минимум в 5. Если мы сравниваем с аналогами, которые много превосходят. Вот украинские СМИ в теме. И здесь они пиарят этот сбор. Смотрите, о чем они не напишут. Я предлагаю 100 тысяч евро за живого Гиркина, которого доставят ко мне. 100 тысяч евро. Вот так вот. Раз. И все. Присоединяюсь по этому. Давайте. Доведем до миллиона, друзья. Если вы хотите присоединяться, то можете тоже жертвовать. Вперед. Пока. Пока.